Всем привет, друзья! У меня очередной забой индюков. Это всё на заказ. Ну, всё, две штуки. Мы больше ощипать за день как бы не решаемся. Всего парочку. Ну, я одного, Ислана Николаевна одного. И вот я решил показать. Я только что посмотрел, когда я их купил, сколько им было дней и сколько они живут у меня. Я их купил 10 июня. Сегодня уже 27, если не 28, да? Правильно, 27 июля. Это значит, что они у меня уже живут чуть больше, чем полтора месяца. Я их брал 9-недельных. Это значит плюс 6 недель. Это им сейчас 15 недель. Ну, как бы получается без недели, ну, уже больше, чем 15 недель. Без недели как бы 4 месяца, да? Без 10 дней получается. И решил вам показать, потому что одна индюшка уже вот так она начала набирать жирок. Как бы вот, видите, появляется вот здесь жирок, вот здесь такая вширь пошла. Здесь много жирка. Это ещё не такая округлая. То есть они вот прям визуально разные. Посмотрел по таблице, с какой у них должен быть вес в таком возрасте. Посмотрел, сколько они должны съедать в таком возрасте. Когда я их привёз, 9-недельных, они ели в день около 205. Ну, 250 грамм. Сейчас в возрасте 15-16 недель они уже съедают около 400 грамм в день. Получается, что за полтора месяца, если считать в среднем, да, по 350 грамм, то они съели, даже не съели 15 килограмм. Это чуть больше, чем 200 гривен съела каждая индюшка. Ну, это так вам для понятия, сколько съедает один индюшка. Как бы, это всё можно посмотреть в интернете. Как бы, ну, я для себя считаю и вижу, что, как бы, птичка выгодная. И уже беру их не первый раз. И прошлый год, и этот год очень-очень птичкой доволен. Выглядит просто потрясающе. Люди довольны. Сейчас специально взвешу. Да и мы довольны. Вот с такого можно прям нарезать столько мяса, фарша разного, и на холодец, и на всё, что угодно. По здоровью птички нам скажет печень. Ну, вот печень, желудки. То есть, всё хорошо, всё здоровое. Никаких ни украплений, ни пятен, ничего нет. Это значит, что у птички всё хорошо. Это завтра, ну, сегодня заморожу, послезавтра отправлю. Сейчас людям напишу, кто сколько стоит. Ну, а всё равно хочу взвесить. Я вам про корма только что сказал. А по весу в 15 недель индюшки, именно индюшки, там таблица индюка, индюшки разные, потому что индюшки мельче, а индюки крупнее. Вот вес индюшки в 15 недель чуть менее 10 килограмм, там 9500, 9700, это средний вес, то есть отклонение в меньшую и большую сторону считается нормой. И в 16 недель вес индюка, индюшки от 10500, ну, и до 11 килограмм. Но у них ещё нет 16 полных недель. Если считать по понедельникам, как они мне приехали, то сегодня суббота, то есть им 15 недель и 5 дней. То есть 16 недель нету. Ну, а теперь вот узнаем, какой вес, то есть 10 килограмм в среднем они должны быть живые, но отход у индюка как бы около 20-25 процентов от веса живого. То получается, если 10 килограммовая индюшка, то в разобранном виде она должна быть примерно 7,5 килограмм. Если в ней такой вес есть, то значит они идут нормально по, ну, как бы по таблице веса бройлерной индюшки. И это отлично. С индюками очень легко, очень легко. То есть, знаете, их можно выпускать на выпас, можно с ними погулять. Если у вас нет такой возможности, то можно с ними не гулять. Вот они сидят в закрытом помещении и растут отлично. Там даже есть индюшка больше, чем эти, я завтра её уберу для себя. Но у неё сломано крыло, они очень машут, они тяжёлые. И там, например, ставишь ведро, сыпешь корм, они чего-то пугаются такого мизерного. И, типа, куда-то хотят взлететь, и машут крыльями, и, как бы, ну, могут себе их повредить, потому что птичка молодая. Ну, как бы для продажи выбираю только красивых. И то одной моей зрительнице, клиенту, отправлял индюшечку вот так, без вот этого фаланга одного. Потому что, когда забивал, она немножко крылом, ну, ударила. И вот здесь был вот такой перелом, и такая прям гематомка пришлось убрать. Ну, как бы, это не проблема. Так что, вот так, взвешу сейчас меньшую. Вот так, без желудка, без печени. Вот, смотрите, 6,5 килограмм. Если накинуть 25% к этому весу, то это ещё 2,150 нужно добавить. И, получается, где-то 8,500 это индюшечка. Ну, может, немножечко меньше от нормы, но, думаю, что, как бы, всё равно нормальное. Потому что непонятно, как, ну, как их кормили вот эти 9 недель, как они попали к нам. Я таблицу тогда не смотрел, не проверял, какие они должны были тогда быть по весу. Хотя, можно сейчас глянуть, потому что я взвешивал, там были индюшки с 3 с чем-то и до 5 килограмм. Ну, как бы, тоже такое вот расхождение было большое, как только их привёз. Ну, я считаю, что нормальный вес, а это будет покрупнее, прям так, капитальный. И это, если вот так, я же отправляю вот так. То есть, если сделать вот так ещё, то получается чуть-чуть даже получше. Ну, как бы, вот так. Всё. А теперь взвесим индюшечку покрупнее. Вот это, такая прям, знаете, сбитая, как будто вот-вот начнёт нестись. Но, не могу сказать, что намного, то она и побольше. Если сделать тоже вот так с печенью и с желудком, то получается, что вот эта индюшка живьём была в пределах 10 килограмм. То есть, они идут прям хорошо по возрасту, по весу. Ну, и покупая такую птичку, вот смотрите, я сейчас их отправлю, да, человеку, людям, двоим. И получается, что я уже продал 5 штук. Я ещё продам штук 3. И, ну вот, 5 штук, это окупится сейчас у меня при продаже 5 индюков, у меня окупится стоимость покупки всех 21 индюка. Ну, я думаю, вы поняли, да? О чём я? Получается, а те, что останутся, если оттуда ещё продать 3 штучки, ну, получается, мне нужно продать 8, ну, пусть 10. И остальные индюки у меня получатся, можно сказать, почти бесплатная только работа с индюком. Ну, я имею в виду кормление, паение, езда за кормом, уборка ежедневная. Ну, как бы работа с животными на протяжении нескольких месяцев, это как бы тоже должно оцениваться. Но, хотя бы вот так при продаже получается, что окупятся мои, как бы, затраты на покупку индюков. Так что, вот так. Выглядит немножечко по-разному, а по весу почти разницы нет. То это такая сбитая, куцая, а это такая растянутая немножечко. Но обе хорошие, по мясу будет примерно одинаково. Ещё, конечно, могут они так выглядеть по-разному, потому что, ну, я не знаю, что это роз, ну, то есть биги, или бюты, или конвертеры. Потому что нам просто сказали, бройлерный индюк, а кто, это уже нам никто ничего не говорил. Но, глядя на такую птичку, можно сказать, что кто бы то ни был, птичка качественная, хорошая. И я очень доволен. Вот так. Я их сейчас упакую, покладу в морозильный ларь. Они в течение двух суток замёрзнут. Я их отправляю. Те, которых я отправил вчера, шли на Киев, ну, как бы в большие города, в любой город Украины, идут, доходят очень быстро. То есть, в Киев они пришли, буквально, я отправил почти в 6 часов вечера. У нас машина уезжает в 6, я отправляю, и уже к обеду приходит мне уведомление, что посылка уже доехала до получателя. То есть, очень-очень быстро. Вот так, точно так же будет и это. Когда у меня заказывают там яйцо или ещё что-то куда-то в какое-то село, то это, конечно, немножко длится дольше. Но почта, спасибо ей большое за качество доставки, они доставляют в основном в течение суток. Очень редко, когда растягивается ещё на одну ночь. То есть, приходится, приходится, ну, получается, что идёт, бывает полтора суток. Так что, вот такие вот дела. Всё, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Ещё парочку можно будет продать и на этом заканчивать с продажами, а то всё себе. Но то, что я забью завтра индюшку, я вам покажу, потому что сломанное крыло. Увидите, как оно выглядит. Так как бы, вот такие дела. Всё, всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok